добрый день уважаемые коллеги я надеюсь что меня хорошо слышно про то видно ли меня не спрашиваю потому что я сегодня камеру не включил к сожалению слегка приболел и не хочу чтобы вы меня видели в таком больном состоянии однако сегодняшний вебинар мы с вами проведем и как всегда перед тем как перед тем как дать слово и николаевичу я хотел бы сделать несколько объявлений первое из них в самом начале нашего чата располагается несколько полезных ссылок точнее две первые из них ведет на наш сайт директ академия ru так вот юрий николаевич да да вижу на наш сайт и на нем вы можете ознакомиться с нашим расписанием на будущие месяцы вплоть до конца июня месяца и не только ознакомиться ну и сразу же зарегистрироваться на любое мероприятие которое вам понравится вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе и отвечает на вопрос будет ли записываться данный вебинар да он уже записывается и через несколько дней будет выложена на youtube по этому каналу у вас есть все основания для того чтобы на этот канал подписаться и быть постоянно в курсе потому что на этом канале выложено уже около 280 записи наших вебинаров и практически каждый день происходит пополнение на один вебинар так что подписывайтесь и будет вам очень интересный канал который не надо пропускать ну и кроме того я хотел бы анонсировать следующие вебинары нашей сегодняшней недели не удержался не два вебинара больше здесь вам привел и на то есть некоторые причины есть некоторые изменения не столько в расписании сколько в порядке ведения этих вебинаров 24 все будет как обычно и будет такой академический вебинар профессор романов из тулы из тульского университета проведет вебинар под названием это завтра уже 24 числа академические словари в школьной библиотеке на мой взгляд достаточно интересная тема хотя и быть может достаточно академическое вот 26 числа это у нас четверг будут некоторые организационные изменения которых она у нас обычно не бывало будет подра подряд два вебинара татьяна телегиной причем это будут разные вебинары тем кто хочет посмотреть оба эти вебинара мы организованным порядком в конце первого вебинара пересядем во второе вебинар во вторую вебинарную комнату ну а то кто хочет посмотреть по одному вебинару просто регистрируйтесь на 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 тот вебинар который вам интересен и так в 12 часов ровно татьяна телегина проведет вебинар из цикла библиография для небиблиографов он будет называться библиография в помощь преподавать помощь преподавателям ну и в 13 часов через час она она же проведет вебинар под названием генераторы библиографических описаний и ссылок благо или из благо или зло обзор ресурсов вот я думаю что мы это организ организованно проведем и те кто в конце захочет и на второй вебинар тоже попасть мы просто по новой ссылке перейдем ровно в 13 часов перейдем в новую вебинарную комнату а ну и наконец я хотел бы прорекламировать вам вебинар александра сергеева александр сергеев это журналист переводчик и член член комиссии академии наук по борьбе с лженаукой вот и у него будет очень интересный вебинар под названием научная истина определяется большинством голосов вот так вот с вопросительным знаком а я честно говоря уже слышал а александр это замечательный рассказчик и тема у него очень интересная и может быть те те из вас кто занимается наукой а вузах многие занимаются наукой да им будет интересно этот этот вебинар прослушать он предупреждаю вас он вас вас может немножко шокировать потому что в этом докладе в этом вебинаре будет ну не буду говорить о чем давайте вас немножко просто заинтри заинтригую все все те кто интересуется философии методологии науки милости прошу на этот вебинар будет очень интересно ну что ж моя вводная часть закончена и я передаю слово Юрию Николаевичу с тем чтобы он провел сегодняшний вебинар на тему системы онлайн системы онлайн комментариев назначения выбор применения в обучении а я как всегда ухожу в чат и если буду необходим то возникну снова и постараюсь разрешить те проблемы которые у нас могут возникнуть до конца мероприятия я в чате до свидания Добрый день Павел за представление я хотел бы тем кто пришел непосредственно к началу вебинара сообщить о том вопросе которые я задал до начала вебинара в чате я задал вопрос такого плана сейчас его прочитаю найду предложил до начала озвучить свою самую главную проблему самый важный вопрос в обучении или в работе все занимаются обучением некоторые его обеспечивают или вообще не участвуют но тоже какие то проблемы есть и не обязательно по теме этого вебинара системы онлайн комментарии и если прочитать первый ответ первый ответ который прозвучал он был связан с экономикой всем максимально максимального дохода зарплаты вот такой был первый вопрос на это мое предложение потом написал еще раз в двух словах напишите главную проблему то ли рок-н-ролл то ли зарплата то ли общественное признание и второй был вариант ответа как спланировать свое время учесть все возможные факторы чтобы все успевать замечательные это мечта замечательная проблема и третий момент третий вариант проблемы мечты прозвучал такой самая главная проблема для меня и сейчас нехватка места для выставки это пишет сотрудник библиотеки все что могу заменяю онлайн выставками и презентации на сайт отдела это все конечно загружается с яндекс диска но смотреть приходится только после скачивания немного сопутствующих проблем и сложностей очень хорошая проблема больше проблем я ни у кого не заметил потому что мое сообщение осталось вверху чат пошел вниз и больше предложений нету ну вот уже после появилась еще одна мечта соотношение количества затраченного времени на качество усвоенных знаний спасибо коллеги что вы сообщаете наверное если мы представим какие другие проблемы наверное они будут у многих из нас сводиться вот примерно к этому как эффективно то есть максимальным результатом на каждую единицу потраченных наших усилий получить максимальный эффект максимальный прирост он может быть во времени потратил время на тестирование получил дополнительное свободное время за счет того что не проверять вручную домашние задания как эффективно разместить материалы где-то организовать онлайн выставку и так далее это все сводится к эффективности так вот друзья сегодня мы как раз будем рассматривать эту тему вроде бы абстрактную онлайн комментарии вот как в этом чате мы комментируем друг друга вот эту систему будем рассматривать именно с точки зрения эффективности нашей работы то ли учебной то ли нашей профессиональной деятельности в бизнесе и в науке где угодно комментарии я представляться не буду наверное меня многие знают если захотят подробнее узнать познакомиться со мной через онлайн я пропускаю этот слайд пожалуйста обращайтесь кому интересно я обещал в рассылке вот эти вопросы вы их уже видели когда регистрировались поэтому я читать не буду мы сразу перейдем к обсуждению к рассмотрению этих вопросов я планирую потратить на нашу сегодняшнюю работу можно для кого-то это будет развлечение мне кажется все таки больше с работой связано 60 минут но если появится дополнительный интерес я готов еще дополнительно продолжить если это будет интересно или если я не успею до конца раскрыть то что мы захотим изучить итак вот этот вопрос если посмотреть википедию про вот этот нашумевший на весь мир скандал с фейсбуком а точнее с данными полученными частной компании кембридж аналитика собранные фейсбуки для влияния на выборы в сша вот этот скандал я его смотрел в прямом эфире правда с сунхронным переводом на русский язык на виду как переживал Сокерберг как ему было неудобно от вопросов сенаторов от разных штатов как они его вежливо но в то же время жестко спрашивали почему персональные данные интересы пользователей миллионов людей попали в частную компанию и она использовала вот эти механизмы психологические портреты чтобы управлять действиями людей почему так произошло и он так и не дал ответ он говорил что мы требовали что мы не смогли добиться исполнения наших требований от кембридж аналитика они все равно продолжали и продолжают использовать эти персональные данные для массовой манипуляции поведения избирателей вопрос не решен но нас как педагогов интересует не США и не Цукерберг а наши задачи или если мы не педагоги а работаем в бизнесе нас интересуют наши задачи не можем ли мы точно так же собирать эти данные для того чтобы чем то более эффективно управлять больше зарабатывать лучше решать производственные функциональные свои задачи и так далее так вот чтобы заниматься такой деятельностью у нас нет времени нет ресурсов и технологий и знаний как это решать поэтому никогда мы это не сможем сделать если мы говорим о системе комментариев в социальных сетях но не спешите расстраиваться мы сейчас чуть позже увидим что кроме этой технологии есть другие технологии и решения которые действительно помогут решать нам главные задачи я на этом надеюсь что мы сможем это сделать да вот как где взять время вот эти задачи где взять время педагогу сотруднику специалисту для решения своих задач с помощью вот этих социальных и прочих сетей второй вопрос надеюсь первым вопросом кембридж аналитику построены на социальные сети фейсбук или другой социальный мы получить не сможем надеюсь все с этим согласны это закрытая информация сложная дорогая у нас нету данных вот я сам создатель модератор группы свыше 11 тысяч человек у меня доступа к аналитике досконально к аналитике нет то что есть это очень мало там нету ни пристрастий ни психологических портретов у меня и у вас соответственно второе вопрос почему чаты по английски беседа чат и каналы там идет полоса новостей там нельзя включать только можно читать почему чаты и каналы в телеграм все знают то что наверное случилось напишите пожалуйста знак минус те которые не знают не видели никогда не использовали телеграм ни чаты ни каналы интересно есть вот с минусом которые никогда не используют если вы вот тогда давайте я тоже не сразу все быстро начал использовать давайте вам покажу быстренько свой рабочий стол вы посмотрите телеграм вот я сейчас показываю телеграм это чат вот это чат те которые знают ну примите к сведению те которые впервые видят посмотрите что я покажу вот это называется чат у него есть название digital learning так его назвали сообщество будет в нем количество участников если вы видите напишите букву в чате чтобы я знал в вижу мой экран я показываю сейчас все достаточно спасибо вот сколько сообщений 72 непрочтенных мной сообщений это значит пока я все не прочитаю я не пойму что было до меня нужно потратить время чтобы прочитать при этом все сообщения идут сплошной длинной полосой вот я сейчас кручу длинная длинная полоса тут нет понятия тема нет понятия иерархия если кто-то знает мудо бревовидный формат здесь этого нет вот так вот работает ну и кто не в курсе сообщаю что решением суда роскомнадзора телеграмм был заблокирован на территории россии вы скажете почему я это вижу наверное многие знают ответ те кто не знает я расскажу кратко это не входит в мою основную сейчас функцию но я просто кратко скажу есть средства которые разблокируют эти блокировки на территории россии хотя вот я сейчас снял обход придет вот я снова включаю и у меня телеграмм заработал несмотря на решение о запрете его использования на территории российской федерации я сижу в россии вместе с вами вот так вот устроен чат длинная полоса общения там можно делать ссылки вот допустим я на эту сотрудницу нажимаю реплай ответить и я пишу ответ могу написать ответ ей вот это вот цитата Елены Погодиной она работает руководителем системы дистанционного обучения Северсталь они там представляются многие тоже знают некоторых годами и вот я могу и написать ну не буду этого делать вот такая вот есть система идем дальше ознакомились с телеграмм который официально запрещен ну соответственно те которые работают в официальных государственных организациях вряд ли согласятся использовать телеграмм для своей официальной служебной деятельности или учебной деятельности обойти могут но как бы опущировать я не советую вот через анонимайзеры в браузере хром через тригейт или то эту презентацию вы можете все скачать то есть да использовать можно вот через вот это добавление браузер браузер программа для просмотра страницы хорошо познакомились но они не имеют будущего я примерно уже сказал почему потому что это официальный запрет в судебном порядке если кто не в курсе началось с того что под задачи борьбы с терроризмом ФСБ хотела иметь ключи технические ключи к доступам переписки всех людей на территории России по я уже не помню на каких основаниях но наверное имеет право законные основания а телеграмм в лице его собственника Дурова официально отвечал у нас нету ключей ключи генерируется в самом устройстве и в самом устройстве у нас нет доступа получился тупик в результате которого попутно с телеграмм были заблокированы совершенно непричастные ресурсы и контент был потерян ну и соответственно я считаю что будущего нет ну и аналитики телеграмм тоже никакой мы не увидим да сбор оценок там нельзя поставить оценку как в бумажном или в электронном журнале понимаете там даже лайков нет и никаких рейтингов в учебном процессе там не будет то есть проинформировать сообщить ответить да можно быстро но когда эта длинная полоса разрастается уже концов там найти почти невозможно поиск работает не очень хорошо вот если здесь написать в поиске что-то какое-то слово оно будет вот здесь перечислено вот здесь слева и надо каждую отдельно скрывать но разобраться кто кому писал идет много времени ну наверное есть другие решения вы догадываетесь что мы их увидим а в развитии вот этого надеюсь вы соглашаетесь но если вы не соглашаетесь с моими выводами вы можете это в нашем же чате написать и вот я хотел бы предложить такую дискуссию уже из фейсбука социальная сеть немножко подискутировать с вами я предложил такую тему какова цена оперативности доставки она очень высокая в телеграм в фейсбук там моментально можно что-то увидеть ну также моментально можно многое и не увидеть и вот я предложил вы видите этот текст я предлагаю анализировать говорю что если это сообщество или класс или группа начинает разрастаться по количеству начинает расти активность начинает расти количество тем для обсуждения то через какое-то время если там не участвовать понять все что происходило вложить по полочкам очень сложно надо все это сидеть учитывать и не всегда там бывает полезно то есть слабо структурированная информация вот это сегодня написал готовясь к встрече с вами думаю дай-ка я прощупаю далее я пишу что если жестко модерировать и удалять тролли это колоссально тяжелая работа я бы не хотел там заниматься и структурировать взаимодействие по темам очень сложно мы представим у вас бизнес или учебный процесс и есть первая тема есть вторая тема есть это обсуждение есть другое обсуждение они разные они связаны разные темы так вот структурировать в этой полосе очень сложно все идет потоком в результате выявляются очень активные вот я например очень активно которые много пишут остальные уже не успевают они уже тонут в этом потоке они не успевают следить за логикой но у меня есть другая практика коллеги наверное она и у вас сейчас появятся тоже мои сторонники когда новички вот студенты первого курса быстро включаются в работу публикации комментарии никуда не проваливаются всех можно проанализировать кто сколько входил кто сколько писал кто вообще не участвовал кто даже не входил кто чаще всего лайки получил кто лучше кто худе тогда можно вообще не входить в эти дискуссии не читать а получать авто дайджест за суточки или короткий или подробный авто дайджест где можно быстренько приближаться глазами сказать о том мне это не интересно а вот это я почитаю подробнее дайджест и это называется форумом который вышел из моды вот это сегодня пришел надеюсь что вы тоже среагируете на эту дискуссию выскажите ваше мнение у которого оперативность обмен вот этих публикаций пониже может через полчаса появится или появится пока ты не обновишь страничку ты не увидишь новенького а вот такая вот коллизия а я пришел к выводу и возможно это иметь отношение к вашим проблемам коллеги когда нужно реально а не на словах и быстро решить нужный вопрос вот ваши вопросы которые вы тут писали вам нужно решить с выставкой еще какой то вопрос в форуме найти решение в два-три раза быстрее выше вероятность выше чем во всех остальных средствах доставки вы напишите свой вопрос в чате телеграмм и он утонет и тот который знает ответ он может и не увидеть ваш вопрос он просто ушел он утонул понимаете в форуме такого нет ваш вопрос это отдельное обсуждение и там обсуждается только ваш вопрос и там не будет посторонних обсуждений поэтому там высокая вероятность высочайшая где можно структурировать на сто процентов структурировать где все котлеты отдельно мухи отдельно фиксация непрочтенных сообщений да там тоже бывает буйная переписка но там можно увидеть а вот эти форумы там непрочтенные и видно сколько этот форум мне не нужен это не мое это не моя тема не надо туда лезть вы ставите галочку все я не хочу это читать или даже не хочу получать подписку потому что времени нет мы пишем время это деньги да вот сегодня мы пишем уже с утра писали до начала нашего вебинара где можно или выбрать нужные вот это дискуссия меня интересует а вот это нет а в фейсбуке ты вынужден все или читать или плюнуть уйти вообще здесь вы можете выбирать тему форум один а темы бывает разные вот по математике мне не надо а по русскому языку это мое где там нужно поставить галочку чтобы мне приходили сообщения а по математике нет время вот это вот отличие возникает вопрос а что же быстрее оперативность или качество что дороже и вот мы пошли писать эту дискуссию я уже отвечаю вот например мне нужно адаптивное тестирование в телеграм так эта дискуссия я уже смотрю она месяц идет и она никак не закончится и те которые хотят захотят найти вот этот summary итог не найдут потому что он размазан а тот который вручную пишет summary или итоги он носит свой субъективный взгляд он пишет это summary текстом так как он понял а это не всегда одно и то же а если это будет форум с комментариями то это будет тема со своим названием например адаптивное тестирование от которого можно описаться или подписаться в общем вы прочитали сами и я не буду дальше пояснять вот это вот все презентация имеет ссылки вы можете сами посмотреть подробности и вот мой друг богослов Павел Валерий Герасимов пишет что это мощнейшая площадка коллеги вот начинаем находить ценности о которых мы начали писать до начала вебинара что есть были форумы он приводит он сам богослов у католиков научный там форум потом у газ а материалы были суперские там годами люди что-то накапливали потом по каким-то причинам ушло почему-то он был неповоротный я не знаю почему но он пишет необходимо даже римляне знали что придумывать вот я спрашиваю почему что значит неповоротный он говорит в интеллектуальном плане там нужно больше обстоятельств но зато и качество будет хорошее какого-то вопроса а фейсбучная лента раз и все все быстренько написали что-то там как можно быстрее что иначе время уйдет и ты останешься где-то внизу пишут все быстро-быстро а вот дискуссию и учебный вопрос и сюжетный вопрос друзья лучше решать на форуме пишет коллега а тут лишь бы написать но наверное вы скажете а где это можно применить в учебном процессе и тем это сделано в учебном процессе а скажите пожалуйста сейчас те которые работали с форумом чтобы я знал насколько вы в теме в учебном процессе это тоже самое производство служебно напишите все которые работали с форумами в учебном процессе или где-то в другом процессе внеучебном научном каком-то профессиональном сообществе и знаете что такое форум те которые не работали напишите nf нет не работали с форумами никогда а я вижу ставят плюсики плюсики то есть у меня уже как бы я вижу а Надежда Павловна естественно вы работали вот то есть я сейчас не буду а нет есть некоторые коллеги которые никогда не использовали в своей деятельности форум и не знакомы с его возможностями в принципе не много таких но есть коллеги это нормально это нормально я тоже многого когда-то не знал и начинал с нуля потому что узнавал больше о других которые делились так вот коллеги я быстро сейчас расскажу что такое форум в принципе в учебном процессе а вот то что я и говорил это написание для чего этот форум нужен вот форум нужен очень хорошо человек заходит студент или сотрудник он понимает что это текст можете не читать сам принцип здесь то есть дальше в этом форуме я выставил условия одна тема одна тема то напиши одну тему вот каждый выбирает одну тему свою вот каждый выбирает свою тему то есть сразу фиксируется поле дискуссии но это учебный процесс здесь подписка обязательно то есть все один раз первое сообщение получат но затем могут убирать вот тут я обрезал немножко могут убирать те форумы которые им не интересны могут запретить вот не хотят больше получать рассылку пожалуйста право есть а и вот здесь видно сколько непрочтенных все по нулям то есть я прочитал все и сколько было вот это вот на данный момент я вижу что больше всего дискуссии 5 было у сизы анны и все вот это вот то что здесь происходит приходит ко мне на почту то есть я могу там не сидеть сутками и ждать пока что-то произойдет мне придет на почту уведомление что кто-то что-то написал а если я хочу еще и работать при этом у меня нет времени я включаю получение дайджеста я преподаватель например я раз в сутки получаю одно письмо и там видно кто в каком форуме по какой теме когда и что написал если я не хочу и длинный авто дайджест я делаю короткий дайджест где пишется только название первых фраз я вижу так это понятно это понятно а вот это мне мне ближе я открываю смотрю ссылочку из письма и захожу ту веточку которая мне интересна чувствуете разницу чувствуете экономную времени идем дальше идем дальше идем дальше это вот классический форум идем дальше мы говорим про помните в начале вы писали не я а вы про эффективность педагогического труда сейчас мы и другие виды деятельности рассмотрим про эффективность смотрите я на основе форума как преподаватель создаю деловую игру коллеги это колоссальная экономика экономия моего времени и повышение эффективности моего труда когда я форуме предлагаю выбрать роль какого-то там босса для оружия использовать microsoft excel задачи статистические задачи в excel я их обучал а теперь я предлагаю поиграть в игру умение применить аналитические свои способности форуме и ставить за эти способности друг другу оценки и обсуждения я себе облегчаю работу конечно я вижу все происходящее я предлагаю им включиться в игру устроить состязание посмотрим как это происходит тот же самый форум мы попутно делаем вывод что такую игру с ролями там еще можно и дату установить дедлайн телеграмм или фейсбук такого не делайте никогда он так и будет тянуться до тех пор пока все они уйдут оттуда сами а тут дедлайн окончание ну и другие возможности давайте посмотрим вот игра как выбирает себе роль сам дискутирует обсуждают вот они решают сами формулируют задачи и защищают их например Эдуард придумал тему своего отчета назвал так дождь и алкоголь он с помощью свойства корреляция и регрессия точнее корреляция оценивает взаимосвязь между погодными условиями и масштабами продаж алкоголя его заведения вот он такую задачу придумал сам и предложил ее решение он нашел тему взял инструмент изложил и получил 8 откликов то есть эта тема интересная или вот посмотрите онаид у нее такая тема фастфуд против тренажерного зала фастфуд если вы даже объедитесь фастфуд тоже закон корреляции даже если вы объедитесь какого-то там фастфуда вы можете пойти в тренажерный зал и лишние калории там потратить такая тоже была у нее тема это придумали студенты обратим внимание как это причем это были очники это было их домашнее задание а вы знаете кто работает в вузе что сейчас процент работы в самостоятельной работе студентов постоянно увеличивается и возникает проблема учета их самостоятельно работать пожалуйста учет догадываетесь какой он там хотя про него можно отдельно поговорить или вот этот инструмент взаимного оценивания уже подробно тут немножко немножко плохо видно ну вот пожалуйста пишет тему студент свое мнение вот его оценки взаимного оценивания видно кто какую оценку поставил и когда и вот видно обсуждение видно обсуждение в форуме можете не читать но вы так образно представляете как устроен форум сразу сравниваем с тем как устроен фейсбук или телеграм или вконтакте такого там нет следующий пример более сложный взаимное оценивание в семинаре когда студентку Тамару точнее Тамара оценила вот такой оценки вот этого студента вот этого вот этого они друг друга оценивают в результате формируется оценка от системы окончательно выставляю я и в зависимости от такого сложного взаимного оценивания и моей оценки возникают уже итоговые оценки где задаются задачи мной как преподавателем заранее задаются критерии по таким оценивать и они выполняют практически это уже не форум но это тоже система комментирования сложно структурированная взвешенная с оценкой влияния как студента так и преподавателя причем там могут быть даже и конфликты разногласия они тоже решаются в этом инструменте под названием семинар вот такой вот семинар и там есть анализ вот пример я покажу только пример когда я задание смотрю читаю вижу что здесь копипаст моментально вижу что где копипаст вижу что поставили другие оценки соглашаюсь с ними вот они критерии оценки вот они их содержание вот они по цвету здесь распределены ну вы уже поняли как это здорово как у них мозги начинают активно скрипеть причем оценки тайные они не видят кто кому что поставить вот это еще раз форум пропускаем трагмент деловой игры вот еще раз форум это все в рамках одного семестра вот тут уже они в роли министра выступают они получают баллы они знают когда и они выступают в роли аналитиков кроме этого система комментариев может включать оценку они меня точнее не меня а мой курс оценивают выбирают обучение ведь они говорят это эффективно коллеги вы говорили про эффективность очень эффективный способ это очники заочники вообще восторг от этого это тоже система обратной связи и комментирования вот и другие здесь ответы мнения на мою работу в том числе и песочница такое попутное не предметное попутное они спрашивают про математику про калькуляторы электронные тоже задают вопросы это то есть система обратной связи и комментирования результат вот то что я делал с применением этих форумов а форум там был главный кроме тестов еще будут форумы да тесты да но форумы были самым главным смотрите как им связь профессии хорошо понравилась как они болезненно воспринимают критику товарищей это болезнь они не любят критику они в то же время им нравится взаимодействие да они высоко оценивают мою роль и разброс их оценок невысокий роль группы они оценивают ниже чем мою роль преподавателя но в то же время они сходятся что взаимопонимание в группе высокое это вот результат зафиксированный после сессии не до получения записи зачетки и ведомости а после надо там всегда делать то есть они уже свободны от меня они уже ушли от меня но мнение их я вам их попросил а теперь вот еще несколько примеров это был форум в мудал он не у всех есть я это знаю поэтому я сейчас перейду к вопросу применения инструмента вот дискусс он бесплатный на некоторых блогах он работает вот здесь видите он елочкой уступом идет дискуссия можно поставить голос вверх вниз но аналитики здесь мы не увидим она очень слабая тем не менее можно такую систему комментариев это была статья Елизаветы Самородских это талантливый автор она очень много пишет и я под ее статьей написал свой отзыв прекрасно она меня начинает цеплять а какой пример вас наиболее впечатлил в хорошем смысле цеплять читал ли я вообще или просто так и глазки строил но я продолжаю строить глазки там все прекрасно ну да там на самом деле там все примеры мне были хороши вот ее здесь хвалят то есть это обратная связь коллеги если вы что-то делаете проводите какое-то мероприятие в библиотеке выставка еще что-либо дополняете вот эту обратную связь вы начинаете видеть вам легче отчитаться перед руководством для себя посмотреть так ли вы работаете цена ли ваша работа вот с помощью такого бесплатного инструмента дискут вы тоже можете гипотетически практически не знаю решать свои задачи эффективности другой сервис это как он платный две тысячи рублей в год я попробую сейчас его его показать ваше задание ваша задача посмотреть оценить про и контра с точки зрения эксплуатации не настроек а эксплуатации насколько вам он покажется интересным возьмите ручки если можно из точек бумаги и запишите ваши про и контра обращаю внимание что все что я вам показываю сделано мной лично это все мой авторский материал и вы можете задавать любые вопросы о его создании все сделано кстати на колене это фрагмент моего вебинара всем добрый день я сейчас расскажу вам новинку которую вы раньше не слышали и не видели на платформе dream study и так друзья если вы откроете курсы то увидите здесь стоп прошу проверить выкинула все ли хорошо видят и слышат то что мы сейчас делаем если так все все норм я боюсь что могут быть проблемы я использую тяжелые показы поэтому я жду этих проблем у нас приготовить итак продолжаем тренинг если вы откроете курсы то увидите здесь вот эти задания конспекты которые вы уже прошли очень хорошо если мы нажмем начать курс по экономик электронного обучения то мы увидим вот такие вот задания и в описании курса мы увидим новинку это первое вот этот форум здесь имеются вот такие вот уроки да вот такие уроки вы открываете ваш прогресс презентация и там сразу же видите вот это предложение написать в форуме вот это задание что оказалось самым конфузящим самым неожиданным слайды pdf здесь имеется но такое задание тут есть вы кликаете как вы его исполняете просто кликаете заходите вот сюда и видите этот форум вы можете оставить свой комментарий можете поставить звездочки но не сразу а только после авторизации как только вы кликайте по этому полю оставить свой комментарий вам тут же предлагается войти через любую из социальных сетей для авторизации или авторизоваться анонимно написать ваше имя ваш email и будете здесь оставлять комментарии но лучше это сделать через социальную сеть например для меня это Facebook Очень быстро это происходит, вот моментально я уже авторизован вместе со своим аватаром и пишу свой первый комментарий, прошу писать здесь свои комментарии, вы можете здесь также разместить файл, картинку или ссылку или просто разместить свой комментарий, все друзья, комментарий размещен, вы можете его удалить, если это ошибка, бывает такое, написать заново свой комментарий, например, прошу, еще раз пишу, писать здесь свои комментарии и отзывы, на самом деле это еще и отзывы. Вот так, вот так, комментарий размещен и ответы на комментарии можно вот так размещать. Сразу обращаю ваше внимание, здесь есть возможность древовидного такого размещения, уступом. После размещения моего комментария кто-то еще может ответить, например, это ответ, вот размещаю ответ, видно, что один ответ размещен под комментарием. Если написать еще один ответ, ответ 2, будет виден древовидный формат, это очень важно, видно кто кому писал. Но я удалю это, удалю, так как кнопочка удалить действует непостоянно, через какое-то время, по-моему минут 15, этой возможности исчезнет, также исчезнет и ссылочка редактировать. Если допустили ошибку, то вы можете отредактировать. Следующий шаг, это вы можете оценивать друг друга и видеть счетчики этих оценок, рейтинг комментариев. Вот она социальная динамика пошла, но себя лайкать, дизлайкать не получится. Очень важно включить подписку, тогда вы будете постоянно в курсе событий, что происходит в этом форуме, вы можете подписаться. Ну и последнее здесь поделиться, она для того, чтобы вы могли поделиться в соцсетях, как хотите, пожалуйста, делайте, но пока лучше давайте мы с вами поработаем. И последнее, последнее, тут можно делать сортировку по лучшим, самое раннее, самое новое комментарии, вот такие вот сервисы здесь. Итак, друзья, меня интересует Contra. Какие минусы вы успели заметить в этом инструменте? Идея очевидна и понятна, можно что-то размещать. А вот что здесь вам не понравилось? Вот меня всегда интересует Contra. Плюсы они, есть плюсы, ну вот автор разместил, он хочет похвастаться, там кто-то еще свое преследует. Но критическое мышление интересует. Вот подумайте, если вы успели заметить, напишите вот это Contra по систему комментариев. Повторяю, вы можете его размещать, эту систему, в своих научных публикациях, в каких-то приглашениях, в рекламе, в каких-то там выставочных и прочих страничках, что-то рассказывается. И хотите получить комментарий. Так, увлечена, что ничего нет. Ну, это, наверное, значит, я перестарался с увлеченностью, что вы не заметили суть. Ну, суть, я повторюсь, тогда вот так вот покажу. Можно любому желающему написать что угодно и ответить любому желающему, и это будет всем видно. И при желании можно получать все вот эти действия себе на почту. Ну, вот и вся суть, Татьяна Олеговна. Значит, пока вы активно пытаетесь узнать, что здесь вспомнить, что здесь плохого, я вам плохое тоже расскажу. Давайте пойдем дальше. Так, система лайк-комментариев, понятно, тут ничего такого сложно, для понимания нет. Вот следующий штак, это не только дискусс, но и гиперкомментс, я тоже хочу вам показать. Но вот есть ссылочка презентации. Я вам покажу сейчас, показом на экране, чтобы вы поняли, что такое система комментариев. Вот я сейчас показываю свой экран. Если вы видите мой экран, пожалуйста, сообщите. Я показываю текст, дорогой коллега. Хорошо, вижу, что видно. Пропускаем этот текст. Речь идет о том, чтобы проверить систему лайк-комментариев. Я приглашаю потестировать. Вы тоже можете здесь написать. И вот, что здесь мне очень нравится. Кстати, хочу вас порадовать. Вот эта система, гиперкомментс. Вот она. Она русскоязычная. И там есть бесплатный тариф. Ой, сейчас он загрузится. Что-то он не пошел. Бесплатный тариф там есть. Так вот он пошел грузиться. Ага, вот, друзья, вы можете спокойно такой же поставить себе на сайт, используя бесплатный тариф. Совершенно хорошо. Как он работает? Вот я вижу здесь группировку. И вот в отличие от других систем, в отличие от Moodle, ну, Moodle, я скажу, это вообще как форум, как средство решения учебных и деловых задач. Это очень хорошо. Не так быстро, но да, то качество, поиск, оценки, аналитика в Moodle работает просто блестяще. Ну, не всем нравится Moodle. Вот давайте такой. Так вот, в этом варианте, друзья, что мне очень нравится, можно все сообщения классифицировать. Вот, ой, ой, вот они эти, вот, вот, нормативно-правовое. Взяли вот в одном форуме разные публикации. И когда вы захотите их отфильтровать, они сразу отфильтруются. Вот хочу, меня только правовой вопрос интересует. Так, или меня интересует, ну, вот, дизайн. Я могу отфильтровать, отсечь. Вот это очень удобно. Фильтрация всех дискуссий по каким-то уже рубрикам. Но, вот, я сейчас быстренько покажу. Вот, рубрика пожелания. Вот, Александр Васильевич, мой друг из Омска, выбрал рубрику пожелания. Видели, что здесь есть вот эта вложенность, древовидность, которую я обожаю, которой нет в Фейсбуке, и нет в Телеграме, и ВКонтакте нет. Там длинная полоса. Здесь видно, кто кому писал. Иногда это очень важно. Видите, вот, человечек печатает, это дифон. Если он динамический, он будет шевелиться. Вот, Павел, мой друг, тоже написал здесь. Когда? Позавчера, во сколько? Вот он получил два лайка. Чтобы их поставить, нужно авторизоваться из любой соцсети. Все просто. Вот я картиночку вставил. Паша, ты самый популярный скриншотик сюда вставил. Смайлики работают. Вот, 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 вот. Ну, все уже здесь понятно. Вот рубрика нормативно-правовое, причем она другого цвета. Вот рубрика теория-методика, ДО. Все, все работает. Есть минусы? Есть минусы, спрашивайте, пока молчу. Есть минусы. И все видно. Вот он диск, как работает. Что мне не нравится в дискуссии, у него громадное, вот это вот, громадное изображение. Стал подвисать. О-хо-хо. Так, друзья, плохо слышно и подвисает. Все, я понял. Я возвращаюсь в презентацию. Сейчас, хорошо. Ага, я понял. Подвисает, когда показ экрана. Причем показ экрана в большом формате. Надо было сделать его в маленьком. Попробую я, попробую я. Пока не буду ничего больше пробовать. Пойдем дальше. Показываю слайд. И вот здесь, друзья, здесь мы видим. Вот он дискусс. Вот эти бревовидные линеечки, кто кому что сказал. Вот этот вот громадный рисунок мне не нравится. Это неудобно. Вот в гиперкоменте оно все компактное. Все небольшого размера. Если захочешь увеличить, можно кликнуть, оно будет большим. Вот гиперкомент, кто хочет, я рекомендую, дорогие друзья. Вот это первая моя рекомендация. Нет Moodle, нет других систем форумных. Берите. Это самая, по-моему, лучшая система для работы, для учебы, для бизнеса. Если вы хотите иметь обратную связь. А теперь, ссылочка на сертификат вам придет по почте. Павел Юрьевич пришлет всем участникам забинара этот сертификат. Так, друзья, я хочу теперь задать вопрос. Уловили ли вы плюсы системы онлайн комментариев и форумов по сравнению с Фейсбуком и с Телеграмом? Если вам импонирует идея обратной связи в бизнесе, в образовании, в науке с применением вот таких систем комментариев, с точки зрения качества, напишите, напишите, напишите И, импонирует. Если вы не увидели для себя плюсов, напишите Н, не импонирует, или Н, И. Сумел ли я вас не убедить, а поинформировать, что есть такие системы, которые лучше решают учебные задачи, чем вот эти публичные социальные сети? Спасибо. Спасибо. Я специально об этом спрашиваю, поскольку многие коллеги настаивают, что в Фейсбуке, в закрытой группе, в Телеграме можно решать учебные задачи. Я согласен, можно, но посмотрите Телеграм, что закончился, или почти закончился, из-за решения суда. Фейсбук обещают прикрыть в России к концу этого года, если он не выполнит очень жесткие требования Роскомнадзора. Представляете? Обещают закрыть. Весь Фейсбук на территории Российской Федерации может закрыться. Я не политик. Я конструктор, технолог, методолог онлайн обучения. Я просто информирую заранее о том, что мы можем. Например, свой сайт, страничку на территории России. Мы будем иметь возможность заказать хостинг, или свой сервер, оплачивать интернет-услуги. Пожалуйста, мы можем. Здесь рисков я не вижу, чтобы на территории России запретят интернет вообще. Он останется. Но вот такие системы вы можете спокойно для обратной связи, для обучения, для бизнеса размещать. Спасибо. Если вас я не убедил, пожалуйста, вы можете оставаться там, где вы сегодня работаете. И, наконец, я хочу за оставшееся время показать вам еще один пример, о котором мало кто, а скорее всего, никто никогда не говорил с точки зрения обратной связи. В учебном процессе, в бизнесе, в бизнесе тоже. Вот все, что мы говорили, коллеги, вы можете переспросить, я прокомментирую, чем это полезно для бизнеса. Если вы еще сомневаетесь, сейчас вам покажу совершенно новый взгляд на взаимодействие в ходе учебного, или делового, или научного процесса. Речь идет о чат-ботах. Многие, кто знает меня, уже слышали термин, который я, по-моему, я первый, я не помню, кто-то еще, назвал его робопедагогика. Это педагогика с применением чат-ботов и роботов. Не заменой педагога, а педагог с применением чат-бота. Вот это всегда подчеркиваю. Я не собираюсь убирать человека из образования. Я лишь усиливаю его, а там, где ему тяжело. Помните, вы начали наш вебинар с нашей мечты, с нашей главной идеей. Сэкономить время, повысить эффективность, больше заработать. Я только с этих позиций и хожу, а не каких-то других. Но чат-боты нам, по моему убеждению, должны помочь. И вот этот чат-бот, кто знает, он не просто разговаривает, он собирает обратную связь. Не лезет к нему в душу, где ты живешь, не хочешь ли ты купить, хотя такие чат-боты нет. Он выясняет интересы людей, где у них проблемы и рекомендации. Но у нас 60 минут уже закончилось, и мы можем сейчас продолжить немного, еще дополнительно, те, кто хочет. Но действительно, я по регламенту, который сам же и на начале я объявил, хочу сделать, причем с вашей помощью, выводы и рекомендации. Ваша помощь уже прозвучала. Итак, первый вывод, дорогие коллеги. Обратная связь является важнейшим элементом любого обучения, не только онлайн обучения. Буквально сегодня мы берем дискуссию, контент, учит ли контент. Контент дает информацию, дает, ну, книга, например, дает возможность изучить, ознакомиться. Но если возникнет вопрос у ученика, контент ему может ответа не дать. С книгой не поспоришь. А преподаватель может не только ответить, он может согласиться с учеником, что да, вот здесь была неточность. Или вот этого никто никогда не говорил, то, что говорит ученик. Это интересно, ученик становится творцом. Вот эта обратная связь в обучении очень важна. И она решается в том числе в онлайн с помощью вот этой обратной связи, как я сейчас сообщаю. То есть это первый вывод. Без обратной связи в обучении вообще ни качества, ничего быть не может. Самообучение, да, можно самому учиться чему угодно. Но вот в обучении важна роль человека, его мнения. Второй вывод. Все системы обратной связи классифицируются по глубине эффективности и аналитичности. Facebook, Telegram, ВКонтакте обладают низкими аналитическими возможностями. В них нет системы накопления оценок, отчетов по активностям, по рейтингам. Ну, возьмите тот же Facebook или ВКонтакте. Ученик написал, захотел удалить. И удалил. И скажет, а я вот разместил задание, кто-то его удалил. Удалил кто? Учитель. И концов не найдешь. Все. То есть спорный момент гипотетически уже заложен. Спорный момент. Вот в этих социальных сетях. Там можно провокативные методы использовать. Следующий вывод. Все системы комментирования делятся на платные и бесплатные. Конечно, платные вроде бы как лучше, но мы убедились, что тот же гиперкоммент, он бесплатный и он вполне эффективный. Но нам надо еще знать про ограничения. Ограничения есть. Я вам скажу, я обещал про ограничения или про контр, про недостатки. Если в Facebook, в Telegram мы можем услышать звуковое сообщение, что пришла какая-то новинка, да, увидеть индикатор, правда не все прочитаешь, там может быть сотни не прочитаны, то в гиперкомментариях такого звука, например, нет. Но может выскакивать сообщение в браузере. Это хорошо. Вот может видели такие системы, когда новость появилась в браузере, в уголочке выскакивает сообщение. Вот что-то новое появилось. Это уже решает. И второй выход можно ввести в комментариях, если долго не было отсутствовало, можно включить фильтр. Покажи новое. Но сначала покажите новое. И ты видишь, что было новое. Форум в Moodle, это вообще наш, я скажу, самый главный вывод. Форум в Moodle не такой быстрый, как Telegram или Facebook. Но там ничего не пропадает. Там эффективность высочайшая. Там сервисные функции отключения, отключения полезного, бесполезного. Система очень гибкий, очень хорошо видна иерархия общения. И эта система более предназначена для глубинных, серьезных задач. Не просто показать какую-то конференцию или похвалить по фотографии, или свое мнение, или шуточку. Все это хорошо. Но Facebook, и то там могут заплевать, могут похвалить, там что угодно может быть. В форуме там более вдучивые. Более уважительные отношения. И даже если тема пошла не в ту сторону, это никому не мешает. Вот эта веточка, видно, что она пошла в сторону. Видно. Telegram там так и будет, или Facebook так и будет. Они разбираться. Ну что, друзья, я надеюсь, что вы посмотрели и дошли для себя что-то полезное. И теперь я хочу спросить у вас, ваш вывод. Вот тут я не стану уже, как защитить персональные данные. Но тут я сам отвечу. Используйте сервера на территории Российской Федерации по закону о защите персональных данных. Все. Я думаю, этот вариант достаточно. И у вас проблем с ЗТД никогда не будет. Что нужно знать и уметь, обращайтесь ко мне, если вы хотите практически уметь. Пишите в Белоножке, Юрий Николаевич, в любой поисковой системе, или найдете меня без рекламы. Я вам расскажу, что нужно знать и уметь. Потому что это не всем надо. И я благодарю вас за внимание. Следующий мой вебинар, коллеги, будет посвящен видео. Для социальных сетей, для рекламы и обучения на основе экосистемы, кто знает эко, то есть бережливые системы, когда можно с минимумом усилия разрабатывать видео. Он будет 21 мая в 12 часов. Почти через месяц. Ну, я хочу вас спросить, увидели ли вы для себя что-то ценное? Нашли ли вы подход к своей мечте зарабатывания, к экономии времени, повышению эффективности и созданию каких-то эффективных выставок? Вот, кстати, по выставкам я, Евгения Широтова, рекомендую вам не использовать облачные хранилища типа Яндекс или Гогол, а используют страницы, где можно размещать файлы для скачивания. А файлы могут, да, храниться там, но оно все должно показано красиво, как выставка. И на этой выставке, на этой страничке, наверное, лонгри разместить обратный связь. И тогда вы увидите ценность, эффективность, результативность вашего труда. Когда вам будут писать отзывы, вы будете получать ответы и благодаря. Я очень рад, что вы почерпнули для себя что-то новое. Если вы не почерпнули, возможно, такое, я знаю, какие-то коллеги, которые все это, наверное, прекрасно знали и до меня. Я не буду, но если вы считаете, что я что-то не так высказал, неправильно, пожалуйста, сообщите. Я приму вашу критику, ваши пожелания и буду благодарить вас всегда за то, что вы мне предложите или скажете. У нас официальное время закончилось, я обещал, 60 минут. Евгений Юрьевич, я надеюсь, ответил на вашу проблему с электронными выставками в библиотеке. Приобретите за небольшую сумму тильду, обратитесь к Павлу Юрьевичу, если надо, к его вебинарам, к его записям. Я, по-моему, говорил про тильду не раз, где вы сможете создавать красивейшие библиотеки, выставки, не библиотеки, а выставки библиотек с различными эффектами, скроллингом, параллаксом и обратной связью. Там и гиперкоменс можно вставить. Сейчас давайте покажу его еще раз. Вот, смотрите, я на тильде разместил этот тиль, да, я на тильде, вот я показываю рабочий стол, я на тильде разместил этот, эту систему комментариев. На тильде, очень просто. Фух, ну что, пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам за внимание, пишите, обращайтесь. Павел, похоже, я на сегодня всю свою задачу решил. Юрий, огромное спасибо за сегодняшний вебинар. Благодарю всех, кто присутствовал за активное участие в вебинаре. Напоминаю, ну, собственно, Юрий уже сказал, что это не последний вебинар в этом году у Юрия Николаевича Белоножкина. Будут еще в мае и, если не изменяет память, в июне вебинар. В любом случае, вы можете найти в нашем интерактивном расписании эти вебинары и зарегистрироваться заранее, что я вас и призываю делать. Ну, а сейчас мне остается еще раз всех поблагодарить и проститься до следующего вебинара, который состоится уже завтра. Приходите на наши вебинары, будет интересно. До встречи в Директ Академии. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...